Они живут за полярным кругом, но не теряют связь с малой родиной. Во время рабочего визита в Мурманскую область глава Чуваши встретился с уроженцами республики. В самом крайнем регионе страны создана сильная культурная автономия. С мурманскими Чувашами познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Все солисты ансамбля Агаду и уроженцы республики, хотя многие из них переехали в Мурманскую область более 10 лет назад, связь с малой родиной никто не теряет. Для земляков, проживающих за полярным кругом, они проводят национальные праздники и фестивали. Песни поем чувашский язык, не забываем. Мы масленицу встречаем, день солнца у нас бывает, троица бывает, да. Что еще мы? Ну, все праздники мы здесь отмечаем. Солисты ансамбля за полярным кругом завоевали большую популярность. Они гастролируют с концертами по всей области, не раз выступали для экипажей военных кораблей. Говорят, что чувашские песни никого не оставляют равнодушными. Чувашские танцы у нас очень красивые, душевные. Как только нас чувашей увидят здесь, русские наши, в Мурманской области, в Мурманчане, сразу наш костюм их сманивает, спрашивает, откуда вы. Мы тоже хотим с вами вместе петь песни. Культурная автономия «Чувашский край» была образована более 20 лет назад. Для того, чтобы встречаться с земляками, в столице региона открыли гостевой дом. Работая и живя здесь, мы всегда общаемся с нашими земляками. Как ни странно, мы их находим. Ну и потом начинаем дружить, уже не расстаемся. Поэтому вот как-то так получилось, что чем дольше здесь проживешь, тем дольше друзей. У меня была такая возможность организовать такой маленький деревенский клуб. И люди, которые, ну независимо от того, выходцы из Чувашии, друзья мои, товарищи, приходят сюда как себе домой. Среди уроженцев республики немало военных. Сейчас призывники из Чувашии служат на знаменитых кораблях Петр Великий, адмирал Кузнецов и подводных лодках. Анатолий Абросимов – старший мичман в отставке. В Мурманской области он живет более 20 лет. На малую родину удается приезжать только в отпуск. Поэтому старается чаще встречаться с земляками за полярным кругом. Вот с Чувашами, вот подполковник МЧС. Всегда встретились тоже в полярном случайно, познакомились. Всегда приятно с земляками встречаться. В правительстве Мурманской области говорят, что Чувашская автономия в регионе пользуется большим авторитетом. Сейчас здесь проживают более 4 тысяч уроженцев республики. Они работают, поднимают там социальное самочувствие на разных праздничных мероприятиях. Мы на самом деле ценим тоже наши традиции, культуру, язык, потому что наша национальная Россия в этом, наверное, и сильна. Поэтому искренние слова благодарности от народа Чувашии, от чувашского народа, за то, что на самом деле они комфортно здесь живут. Такие организации, как ваш Чувашский край, они, конечно, нам способствуют. Поэтому будем дальше с ними продолжать сотрудничать. Подарок землякам привезли и творческие коллективы республики. Мурманские они дали большой концерт. В этот день в зале областной филармонии негде было и яблоко упасть. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика, из Мурманской области.